Ребята, всем привет! Приветствую всех на моем канале Парит Орси. Как вы помните, совсем недавно мы ставили и обновляли, тюнинговали, ставили багажник на крышу на TRX4. А сегодня, я думаю, все понимают, да? То есть вот чего-то не хватает на данном автомобиле. Ну да, конечно же, это не хватает на данной тачке зеркал и, если не ошибаюсь, он так называется шнурки. Сегодня установка, попробуем, дорабатываем TRX для того, чтобы попробовать сравнение с классными тачками. Ну, это уже, конечно, все позже. Итак, давайте приступать к распаковке. Итак, смотрим. Да, на тачке нету зеркал, на тачке нет шнуркеля. И вот он набор Traxxas 8119. Здесь есть установка, точнее, все для того, чтобы установить два зеркала, левое и правое, естественно. Ну и сам шнуркель. Есть зеркала, которые надо наклеить, я так понимаю. И крепление для установки. Ну и, естественно, же, скручивается. Давайте сейчас мы с вами более подробно все раскроем. Итак, скрываем. Сам честно, конечно же, не ставил клева, скрываю. Сейчас будем делать все это вместе. Так, крепление. Дальше, что у нас есть? Сам шнуркель. Какой большой. Я так понимаю, ставится он куда-то вот сюда. Сейчас давайте будем что-нибудь крепить, смотреть. Ну, не знаю, не видел, как он крепит. Сейчас будем с вами вместе разбираться. Зеркало. Понятно, да, левое и правое. Хоть по отдельности их не продает. Traxxas уже хорошо. Здесь нужно будет наклеить наклеечки. Но наклейки, я думаю, потом мы наклеим. Да, это типа сами зеркала. И теперь, я так понимаю, ну да, это там, где нам необходимо клеить и потом вырезать. Давайте будем тоже смотреть. Надеюсь, мучиться сильно долго не будем. Но, тут уж как пойдет. И вот у нас сама инструкция. То есть здесь, что необходимо вырезать, что необходимо вставить, поклеить и так далее. Ну что, я думаю, нужно садиться разбираться-то. И там уже дальше будем. Ну что, приступим. Так, ребят, делается все очень просто. Отклеивается наклейка. Клеится куда необходимо. И давайте сейчас будем с вами вместе вырезать отверстие для того, чтобы вставить зеркала. Со шноркелем чуть попозже. Так, ну и все. Делайте два аккуратных отверстия согласно инструкции. И вставляете зеркала. Зеркало одно. И теперь, я так понимаю, его необходимо просто закрепить на тот инструмент, который остался. И вот здесь это вот такие вот чудо-клипсы. Я так понимаю, при условии дополнительных еще двух резиночек. Все, это спокойно крепите. И готово. Ну и вот, смотрите, уже совершенно, совершенно другой внешний вид автомобиля. тачка с зеркалом, как смотрится. Крепится вообще, кстати, очень просто. Главное правильно выбрать и сделать отверстие. И вот оно, с зеркалом. Просто обычный клипс. Ничего такого. Две резиночки. То есть кузов царапаться не будет. Все дополнительная масса. Чем больше масса, вы сами знаете, тем больше весит тачка, тем лучше будет проходимость. Итак, давайте клеить дальше. Смотрите, у вас тоже есть такое чувство, как будто бы кузов для операции. Такие наметки. Где здесь делать необходимо? Дырочки, а? Давайте. Их необходимо делать. После небольшого времени у нас теперь есть два отверстия под зеркала и одно отверстие под шноркель, но оно должно быть чуть побольше. Самый сон здесь на ребре жесткости. Вот оно не дает мне покоя. Ну давайте будем бороться. Итак, ребят, путем все-таки сложных решений, смотрите, пуф-пуф, да. Не попал, либо неправильно наклеил, либо еще что-то. В итоге пришлось сделать два отверстия, потому что первый, видите, вообще никак не попадает. Ну а теперь осталось только крепить зеркало-шноркель и гонять. Давайте посмотрим на итоговый вариант. Знаете, что самое интересное? В конце только заметил такую вещь. То, что здесь шноркель крепится через зеркало. То есть, нужно вставлять его аккуратно и потом еще и защелкивать. Но это довольно-таки если вы неправильно что-то сделаете, допустим, вы неправильно сделаете крепление, либо дырку, либо еще что-то, у вас ничего не пойдет. Поэтому прям действительно, если вот по поводу багажника, вот сразу говорю, вообще никаких проблем. Не пользовался ни инструкциями, ничем. Просто делал как интересно самому. а здесь реально приходится постоянно читать, замерять. Ну, вы видели сами, да? То есть, зато посмотрите. Сейчас еще зеркало добавим. Вообще прекрасно. То есть, ребята, вот так должно выглядеть. Вот это крепление шноркеля, а теперь зеркало. И вот теперь вставляем две через резиночку и все готово. То есть, здесь ключевой момент. То есть, именно прям внимательно смотрите, оно может поэтому и не сходиться. Теперь используя последний болт, крепим изнутри шноркель. Тут тоже, знаете, вот если бы неправильно поставить, то здесь даже, вот смотрите, пазы, крепление неправильно. Так оно обтекает полностью и подходит вровень. То есть, за этим тоже внимательно следите. Не делайте обыда как, потому что в итоге реально классно получается, реально смотрится, когда все качественно сделано. Совершенно по-другому хочется на это смотреть. На общем, все. Впереди еще два крепления. Ну и честно скажу, ну, наверное, от силы полчаса в совокупности свободного времени и кузов TRX готов полностью. Шноркель на месте, зеркала на месте, все на месте. Багажник. Ах! Вот это теперь настоящий TRX4 Sport. Ну а теперь итоговая презентация. Конечно же, TRX4 Sport полностью готовый к покорению бездорожья. Все отлично встало. Вообще, вопросов, нареканий по тачке никаких. Вот теперь настоящий внешний вид настоящего бойца, который может покорять трофеи и все остальное. Пески, грязь, снег, впереди зима. Итак, ну как вам? Пишите, конечно же, в комментарии, преобразилась ли тачка или нет. Как вам такие обзоры, сборки, распаковок. Ну и вообще, может быть, когда-нибудь кому-то интересно, может быть нужно и тачку собрать. Поэтому, ребят, всем спасибо. Пока. Ставим лайки, комментарии и подписываемся на канал. Пока.